А вот в этом разделе Хасай продемонстрирует вот открытую им модель работы мозга. И вот эта модель вам очень ярко проиллюстрирует вот как раз таки механизмы возникновения и каких-то болезненных состояний, механизмы возникновения стрессовых ситуаций, в общем механизмы появления негативных факторов, каких-то проявлений негативных факторов, влияющих на наше здоровье и на наше состояние. Прошу. Да, и вместе с этим мы покажем, как возникает излечение от этих болезней и почему метод Ключ является самым простым и доступным способом, чтобы быстро выздороветь. Представьте себе, вот эта модель работы мозга вырабатывалась где-то 30 лет на опыте, допустим, восстановления людей после потрясенных стрессов, включая там теракты, которые происходили и так далее. И в то же время для антистрессовой подготовки, когда мы формировали устойчивость стресса применительно к будущим экстремальным ситуациям. Представьте себе две половины мозга. Вот между ними есть в глубинах мозга устойчивые жесткие связи, которые контролируют физиологию. Вот сердечко работает, там легкие и так далее. Вот эти связи, они нерушимые. Чем бы вы ни занимались, эти связи, выработанные миллионами лет эволюции, контролируют так называемый гомеостаз, постоянство внутренней среды организма, ну, по существу, можно сказать, физиологию. А есть временные связи. Вот эти временные связи, они каким-то образом регулируют состояние между физиологией и психической активностью человека. Эти временные связи – это уже приобретение личностного опыта. Здесь содержатся и ваши комплексы, и ваши стереотипы, ваше мнение о себе и своих возможностях и так далее. Вот эти временные связи в каждом из состояний работы мозга, а их четыре, в каждом из состояний работы мозга, имеют свою характеристику, свою схему взаимодействия двух половин. Этих состояний работы мозга, агрегатных состояний, как смена времен года, там весна, осень и так далее, четыре, они все время вот так вот меняются. Обычное состояние бодрствования. В этом состоянии много таких связей, мы их называем доминанты. Ну, по физиологии это будут очаги коркового возбуждения. Вы помните, по Паулову. Мы скажем сейчас, чем это отличается, обычное состояние. Трансовое состояние, второе состояние. Сон. Допустим так, и сон со сновидениями. Мы не будем в данной модели рассматривать сейчас сон и сон со сновидениями. Будем рассматривать именно обычное состояние и состояние транса. Мы говорим именно о структурных, агрегатных состояниях мозга. Вот эта модель сейчас вот вам рассказывается впервые, ни в одной книге мира она не существует. Она выработана и сформулирована именно на основе нашего опыта. И помогает нам справляться со средствами, ситуациями и подобрать ключ к себе. Режим параллельной активности конкурирующих доминант играет важную роль в сохранении внутренней среды организма вне зависимости от изменяющихся условий. Потому что ни одна из них не является преимущественной по мощности и поэтому не влияет на течение процесса в организме. И для психологии, для психики, для сознания вот этот режим параллельной активности конкурирующих доминант позволяет вам думать о чем угодно и при этом состояние организма не меняется и при этом вы имеете возможность выбора решений. То есть по существу тому, что мы можем мыслить, мы обязаны именно параллельной активностью конкурирующих доминантов. Потому что если будет одна доминанта, то она за нас все решения и примет. Если будет одна доминанта, она, не нейтрализуясь другими, влияет на состояние организма. Потому что нет никакой конкуренции. И в зависимости от того, какая это доминанта, каково ее содержание, зависит течение процесса в организме. То есть по существу в трансе все процессы организма опосредуются через содержание этой доминанты. Как она образуется? Ну, например, вы сидите и думаете о том, что, к примеру, за вами гонится злая собака. Если здесь подключаются эмоции, мощность этой доминанты начинает расти, и есть критический порог, когда все остальные выключаются. И вот вы перешли в транс. Если вы вначале думали об этом, и ничто в организме не менялось, то по мере подключения эмоций, по существу второй половины мозга, получается такое явление, как уже влияние, то есть сердце начало стучать чаще и так далее. Если этот транс углубляется, то вы уже готовы и бежать. Вот это вот состояние транса. Вот содержание самой доминанты может быть и позитивным, может быть и негативным. В данном случае нам все равно. Мы в данном случае говорим о структуре. Здесь их много, да? И они конкурируют, здесь только одна. Если содержание негативное, представьте себе, мать в Веслане потеряла ребенка, вот эта доминанта, а все эти вырубились. То в зависимости от содержания этой доминанты происходит изменение в состоянии организма. Нарушается сон, появляются там головные боли, тревожности, страхи и неспособность принимать решения, неспособность видеть мир целостным, неспособность ни на что опереться. Этот человек не слышит ничего вокруг, он погружен в эту свою беду. Соответственно, влияние на здоровье человека. Если она позитивная, ну, допустим, вы любите музыку, думаете о музыке, или вот юноша влюбился, она окрашивается для него божественным светом. Мама, к примеру, говорит, что эта девушка тебе не подходит, ты тоже ничего не слышишь, ничего не видишь, видишь только ее в этом божественном свете. Вот, к примеру, что нужно сделать для того, чтобы вывести человека из транса? Естественно, надо создать хотя бы одну, вторую доминанту, чтобы они провзаимодействовали и аннигилировали мощность вот этой стрессовой доминанты, и чтобы потом выскочили все остальные. Что, собственно говоря, и делают различные методы психотерапии, методы практической психологии. Они как это делают? Они пытаются подбором слов актуализировать существующую какую-то из доминантов. Например, они этой пострадавшей матери говорят, ну, вспомни, помнишь, у тебя еще есть второй ребенок, его надо на ноги вставить и так далее. Они пытаются как-то актуализировать или по состояниям пытаются ее актуализировать. Например, вспомни, как ты в детстве там купалась в озере, было так красиво и так далее. То есть надо какую-то подавленную доминанту актуализировать. Это очень сложный процесс, потому что, а вдруг это китайцы, а вдруг это японец, а вдруг это верующий, а вдруг это ребенок со своими особенностями. И мы не знаем, какие слова подобрать. Мы эту доминанту, вместо того, чтобы сложным путем поиска нужного слова, она же не обращает внимания на наши слова, потому что она регулируется этой доминантой, она ничего не слышит, не видит, она же там только в переживаниях. Мы ее можем не актуализировать из существующих, поскольку мы не знаем, какая для нее может стать актуальна, а создать путем ключевых приемов. Что является критерием для создаваемой доминанты? Образование связи. А связь, это уже значит, внутренние мозговые процессы каким-то образом объединились в решении данного действия. И поэтому действие становится автоматическим. То есть, если мы сумеем какую-то деятельность предложить, очень простую, например, повторяемое движение, например, человек стоит и качается вот так вот, то через несколько минут она превращается в качательную доминанту. И мы это определяем по этому критерию автоматизма. То есть, дело начинает выходить в режим автоколебаний. Значит, образуется качательная доминанта. Или мы это же самое делаем с помощью идеорефлекторных приемов. Как только руки пошли на автомате по желанию человека, значит, связь образовалась, и она начинает работать в конкуренции с этой. И когда мощность ее достаточно увеличилась, выскакивают все остальные доминанты, и вдруг она пробудилась, то есть, вышла из этого стрессового транса, стала слышать слова, стала вразумляться этими словами и так далее. Ну, вот если мы говорим о том, чтобы создать конкуренцию доминанту, то понятно, что самым зародышем этой доминанты, когда человек начинает делать идеорефлекторные приемы, вот эта доминанта стрессовая ее подавляет. И поэтому у нас и родился стресс-тест. То есть, если человек находится в стрессовом состоянии, ему трудно вызвать рефлекс движения. И мы говорим, у него стресс. Но как только он вызывается путем подбора приемов, то есть, он подбирает ключ к себе, перебирая разные варианты, и нашел, которые по его желанию автоматически происходят, значит, доминант образовался и вступил в эту конкуренцию. Самое интересное, что между этими агрегатными состояниями работы мозга существует некое пустое состояние. Вот это пустое состояние мы называем нейтральным состоянием. Здесь вообще нет доминантов никаких. И оно именно, как нейтральное положение в коробке передач автомобиля, позволяет происходить этим переключением. А вы вспомните, например, переключение между сном и бодрствованием. Вот вы проснулись утром, лежите на кровати, и мысли так текут свободно, как облака, или вообще нет мысли, ничего внутри не задевая. И вы вдруг вспомнили, что у вас экзамен сегодня, и включились. Вот вы были в состоянии вот этого свободного состояния сознания и вышли на бодрствование. Или наоборот. Поэтому вот такой великий психотерапевт, как Куэ, он в свое время рекомендовал своим пациентам в момент засыпания и в момент пробуждения помечтать о желаемых переменах в себе и в своем будущем. И очень много людей избавлялись таким образом от всяких психосоматических заболеваний, там от бронхиальной астмы, от начальных стадий диабета, гипертонических состояний, синокардии и прочее. Прямо на глазах выздоравливали. Просто потому, что их образ, который они себе представляли, желаемого здоровья, совпадал вот с этим состоянием свободного сознания и тут же образовывался некоторые доминанты. Он засыпал, просыпался уже с измененным здоровьем, с улучшенным здоровьем. Мы это состояние свободного сознания вызываем с помощью ключевых приемов. Как только человек начинает их делать, моментально размыкаются вот эти вот связи, которые существуют, уходят в сторону комплексы, страхи, уходят стереотипы, и человек моделирует желаемое изменение своего состояния здоровья, представляя себе конечный результат, что он здоров, жив, вспоминает, теперь он может теперь вспомнить уже и прошлый опыт, каким он был в прекрасном состоянии, например, 10 лет назад. И вот он работает над собой, он представляет все желаемые изменения в себе и в будущем и тут же формируется доминант. То есть очень интересная модель, которая объясняет многие явления, которые происходят с человеком. Вы можете вспомнить вот это состояние свободного сознания еще по другим случаям в жизни. Оно у нас всегда бывает, мы просто как бы его не замечаем, но цель обучения по методике ключ именно в том, чтобы стали управлять этим состоянием. Вопрос заключается в следующем. Если мы здесь наблюдали это свободное состояние сознания между сном и бодрствованием, то есть еще два режима работы мозга, когда он тоже включается. Например, на пике перегрузки, на пике нервно-психического напряжения. Ну, возьмем бегуна. Бегун бежит, бежит, бежит. Напряжение растет, 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 растет. В какой-то момент достигает критической точки напряжения, укажена своя, это зависит от состояния организма и так далее. Вот. И здесь происходит сброс. То есть у него возникает явление той же самой пустоты в голове, и он бежит уже налегке. И теперь возникла доминанта транс, обслуживающая бег. И потому, как это доминанта бега, она не конкурирует ни с какими другими, то все процессы организма соподчинены этому бегу. Нет там никаких противоречий, нет напряжения. Все взаимосогласовано в направлении этой работы. И он бежит. И он говорит, я теперь бегу легко, могу бежать бесконечно без обычной усталости. Ну, про это говорят, например, что это явление подключения второго дыхания. На самом деле второе дыхание ни при чем. Почему? Потому что такое же явление сброса с выходом на легкость возникает и при расслаблении без всякой нагрузки. Например, в аутотренинге или в медитации, когда вы достаточно хорошо расслабились, вместо такого как бы ожидаемого теплоты, тяжести, расслабленности, вдруг возникает легкость. Вот эта легкость возникает. Такое ощущение парения. Человек парит как будто над облаками парит. Такая легкость. Это очень приятное состояние невесомости. И здесь облегчение возникает, и здесь облегчение возникает. А мы с помощью ключевых приемов вызываем вот этот сброс без нагрузки, без кровати, когда человек засыпает или просыпается, и без глубокого расслабления. Поэтому мы и можем ключ использовать хоть на блокпосту, хоть на корабле, хоть в самолете, при шуме, без шума, в любых обстановках. Что, конечно, гораздо эффективнее и реальнее для использования в обычной жизни с перегрузками. Вот такие вот явления происходят в нашем мозге. Нам нужно понять, что если мы научимся переводить из режима бодрствования в режим транса свое состояние, научимся вот этому состоянию свободного сознания, то мы после что обретаем вообще внутреннюю свободу, и, соответственно, регулируя свое состояние, мы можем регулировать обстоятельства. А в обычной жизни обстоятельства влияют на состояние человека. В данном случае, изменяя свое восприятие вещей, свое состояние, прибавляя себе вдохновение, энтузиазма, начиная видеть всю картину жизни целиком, мы находим лучшее решение и ресурсы для достижения своих целей. В данном случае мы говорим о здоровье. Вот когда у нас возникает явление пустоты в голове, вот эти связи все выключены, то тогда работают свободно только структуры жестких связей. И избавленные от пресса напряжений, они работают четко, и поэтому весь организм начинает приходить в порядок. Вот это состояние, когда человек, ну, например, выполняя приемы ключа, выходит на автоколебание, мы замечаем явление, когда весь организм восстанавливается, а само состояние по комфортности таково, что человек говорит, хочется обнять Вселенную. Такое хорошее состояние, когда нет тревожьих мыслей и так далее, то есть комфортности, то есть как бы возникает чувство благодати. Вот здесь работают только жесткие связи. В оккультной литературе вот этот феномен называют таким образом, примерно метафорой, что здесь организм работает в ритме Вселенной, а здесь ему мешали его представления о том, как должно происходить это явление, а здесь он как бы в резонансе с Вселенной. Вот это вот интересный момент. И вот это в ритме Вселенной, и там на самом деле пусто в голове. Вот такой феномен, о котором часто пишут книги, и вообще оказывается йога, медитация и так далее. Вот Будда ходил за этой пустотой 30 лет, когда он говорил, надо освободиться от страхов, комплексов, зависимости. И тогда в этом состоянии оно естественно все отключается. И вот это состояние мы с вами можем получать всякий раз. Если мы, например, пользуемся ключевыми приемами, то если мы потом сядем и сделаем взгляд неподвижный, и будем думать, о чем нам думается, то мы через пару минут заметим, что мы не думаем ни о чем. И вот интересно, что вот мы думаем ни о чем, это такая тоже легкость и так далее, благодать, нирвана, и здесь накапливаются силы для лучшего решения всех проблем, накапливается здоровье. И здесь организм работает так, что вырабатываются такие тонкие вещества, меняется обмен веществ, меняется эндокринный баланс, восстанавливается и так далее, и так далее. Происходит восстановление истощенных и нарушенных функций. И вот сколько минут будет человек сидеть потом с такой пустой головой, зависит от его исходной истощенности. Бывает такой случай, когда он сидит 2-3 минуты, и вдруг голова проясняется, и чистое небо, ему уже хочется работать. А в другой раз, бывает, что ему хочется сидеть часами, видимо, он был очень истощен, перенес или стрессы, или недосыпания какие-то и так далее, и тогда ему хочется там сидеть долго. Так сколько же там надо сидеть для реабилитации? Надо сидеть, столько организм требует. И перед выходом он уже чувствует, что он уже как бы отоспался, как бы отдохнул, восстановился, ему уже самому хочется открыть глаза. А здесь, на пути к этому чистому небу, к этому пустому состоянию, могут происходить различные явления. К примеру, если человек испытал стресс, вот без вами было как, я 240 человек попросил встать и качаться, вот они качались, качались, потом пошли автоколебания, они сели, и вдруг градом слезы. А потом она так вздохнула и говорит, ох, отпустила, что же сразу так не сделали. Имеется в виду, что на пути к этому чистому небу, когда происходит разрыв связи внутри доминанта, энергия освобождается, это явление мы называем разгрузкой. И в данном случае психолог обязательно должен сказать, это хорошо, это хорошо, плачьте, например. А у другого человека, который недоспал, во время этого явления разгрузки происходит сонливость. Он говорит, а что же это такое, я был в более бодром состоянии, а вдруг я приемы сделал, сел, а у меня вдруг сон потянуло. Значит, был истощен, недоспавший. Здесь организм выполняет то, что нужно для его выживания, для его выстраивания, налаживания, гармонизации. У третьего вдруг появляется такая эйфория. Эйфория, ему все хорошо, и у него такой прекрасный вечер, вообще прекрасный вечер у любого человека. Но по пути к этому состоянию, она может быть минуту или 10 минут, или 2-3 часа в первый раз. Идет реабилитация. Но после того, как он отсидел в этом состоянии, сколько его организм требует, он такой становится живой, свежий, что кажется, что он 2-3 недели был в санатории. Ну что же, а сейчас хотелось бы вот наше рассуждение как-то проиллюстрировать, и проиллюстрировать на такой вот модели, конечно, модель, это всегда модель, модель работы мозга. Причем, в отличие от наших других работ с Хасаем, здесь мы подойдем немножечко как бы с двух сторон, вот к этому делу, с точки зрения и стресса, с точки зрения и обучения. То есть постараемся сделать такую вот комплексную картину. Начну я, а вот Хасай затем продолжит. Итак, вы не секрет уже слышали, читали, видели и так далее, что наш мозг состоит из левого, ну как могу, так и нарисую, и правого полушария. Пускай это будет левая, буква Л, пускай это будет правая. И по функциям, это Роджер Спейри доказал, за это получил Нобелевскую премию, эти полушария немножко отличаются. Левое полушарие – это полушарие такое словесное, логическое, оно работает в последовательном режиме, в общем-то. Вот, и, скажем так, это такое вот полушарие, которое отвечает за анализ. Правое полушарие – это наше воображение, наши фантазии, ритм, цвет, синтез. И, надо сказать так, еще можно сказать таким образом, левое полушарие – это видит деревья, деревья, но не видит леса. Правое полушарие – видит лес, но, увы, не видит деревьев. Естественно, чтобы создать картину в целостности, они как-то должны работать, эти полушария, вместе. Но вот, предположим, если вы читаете, вот как происходит в процесс чтения, допустим, учебной литературы, левое полушарие, оно слова постигает. И каждый раз идет сигналчик – есть, 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 есть. А правое полушарие из этих слов выстраивает картину, то есть, облекает полученную словесную информацию в какой-то смысл. Вот. И, естественно, что эти полушария должны работать вместе. Почему? Потому что, если, допустим, левое полушарие получает слова, а правое не устраивает смысл, то вы ни черта не понимаете из того, что вычитается. То есть, ну, правое полушарие, оно не может бездействовать, оно найдет чем заняться, но уже не текстом, а идет куда-нибудь там, какие-нибудь голубые дали. Ну, на деле это выглядит таким образом, что вы читаете страницу, все слова понятны, а текст мимо, что называется, смысла идет. Поэтому состояние сверхобучения можно еще также обозначить, как состояние синхронизации левого и правого полушария, то есть их совместной работы. И вот это состояние еще там, Хасисильва назвал это альфа-состоянием, у него так называется, можно Лозанов называл состоянием сверхобучения, сверхпамяти, то есть синхронная работа обоих полушарий. Тогда информация вами улавливается, вами осваивается, вами обрабатывается гораздо лучше, гораздо интереснее, гораздо веселее. И вот тот самый Лозанов, автор теории сверхобучения и сагистопедии, достигал вот этой синхронизации, ну, скажем, такими разными приемами, в числе которых, в числе которых была и музыка. Вот он подбирал музыку специальную, музыка там должна быть кратна 60 ударом, тактовая частота музыки 60 ударов в минуту примерно. Вот, и действительно, человек лучше запоминает, почему? Не потому что музыка волшебная, а потому что эта музыка синхронизирует оба полушария. И даже был такой замечательный эксперимент, когда американцы приехали посмотреть на опыты Лозанова, еще в такие застойные времена, наши, желая обмануть американцев, взяли, поставили им другую музычку америкосам, там с тактовой частотой, по-моему, 80 герц. И американцы ничего не запомнили, сказали, все это туфтай, уехали довольные. Вот, а они просто не открыли этого секрета. Но, но, можно, конечно, войти сюда с помощью медитации какой-то, такое состояние обучения, чего йоги и делают. Вот он медитирует долго и приучается к этому состоянию. Можно придумать какую-то специальную медитацию. Вот у меня даже есть такая медитация, называется подготовка к усиленному восприятию информации. Вот очень хорошая медитация, кстати, она рабочая, занимает там несколько минут и так далее. Но, но требует, конечно же, во-первых, самой медитации, требует там, ну, сидения на стуле. Вот, в троллейбусе в это состояние не войдет. Метод ключ позволит вам войти в состояние сверхобучения. И метод ключ поможет вам решить параллельно, так сказать, или попутно несколько других глобальных задач. И вот мне хотелось бы вот в этом смысле передачу стаффею Тухасаев, чтобы он, так сказать, развил вот эту модель. Да. Ну, если за эту модель там получили Нобелевскую премию... Роджерс Тейминг получил в 60-х годах, по-моему. Да, то, что мы сейчас покажем новую модель работы мозга, естественно, тоже при соответствующих организационных возносах можно получить Нобелевскую премию. Уберяю, это достойно. Да, потому что эта модель, новая модель работы мозга, нигде еще никогда не была описана, но объясняет очень много механизмов наиболее простым доступным способом и помогает человеку быстрее подобрать ключ себе, понимая, как работает при этом вот эта правая, левая и так далее. Ну, в чем она заключается? Вот эта правая, левая половина мозга, оказывается, они имеют связи. А вот эти связи, вот они, и вот есть более жесткие связи. Вот эти жесткие связи, выработанные миллионами лет эволюции, они, вот жесткие связи, лежащие в глубинах мозга, там гипоталамус, мендул и так далее, они контролируют физиологию. А эти временные связи, это тот наш личностный багаж, там как раз наше мнение о себе и своих возможностях, стереотипы, комплексы и прочее. Вся эта информация на каждом человеке в его личном опыте. И вот оказывается, схема вот этих связей в каждом из агрегатных состояний работы мозга, различно, вот оказывается, в разных состояниях мозга иная схема связей между половинами. Между половинами. Показывает. Да, и в этой новой модели мозга как раз таки учитывается, что существует четыре агрегатных состояния работы мозга. Вот обычное состояние, в котором мы сейчас с вами находимся, это состояние, где этих связей одновременно много. Назовем их доминантами. Ну, попал в точку коркового возбуждения доминанты. Вообще-то, понятие доминанты очень такое нуждающееся, так сказать, в ближайшем рассмотрении. Однажды, вот я когда зачитал диссертацию по медицине, мне профессор задал потом вопрос, вы говорите о доминанте, о их переключении, с помощью ключа, а разве, говорят, бывает не одна доминанта? Ведь говорят доминанта, ну, вспоминая Ухтомского, вспоминая Павлова, вот и я, да, объектирую, а вот в конечном счете я вам сейчас задам вопросы, любому профессору задам вопрос, любому лауреату Нобельской премии задам, а как вы думаете, сколько одновременно может быть доминант в мозге? И вот тут вдруг человек задумывается, что может быть много, может быть мало, на самом деле, в обычном состоянии работы мозга одновременно сосуществует множество доминантов, они конкурируя между собой, обеспечивают нормальное течение физиологических процессов, потому что ни одна из них не обладает достаточной мощностью, чтобы нарушить равновесие, вот они все взаимно увязаны по энергетике, взаимно друг друга нейтрализуют по мощности, потому что, если была одна доминанта, она бы, по существу, не встречая конкурирующих сигналов, могла бы влиять на наш организм, и равновесие у нас бы менялось в зависимости от содержания этой доминанта. Таким образом, когда мы говорим о нормальном состоянии работы мозга, вот это обычное рабочее состояние, которое мы испытываем, как только проснулись, вот это режим параллельной активности конкурирующих доминантов. А вот когда одна доминанта, вот именно одна, это режим их последовательной активности. Вот такой модель мозга никогда раньше не была описана, потому что никогда раньше не могли люди различить, а чем, собственно говоря, сущностно, по своей структурной особенности отличается, например, состояние бодрствования от состояния сна, бодрствования от сна со сновидениями, бодрствования от транса. Вот я вам сейчас сразу и говорю, что бодрствование это режим параллельной активности доминантов, конкурирующих между собой, а транс транс это режим их последовательной активности. Мы здесь не говорим о том, какие доминанты по содержанию. Может быть, это юноша, который влюбился в девушку и ничего вокруг не замечает, даже слов матери, что эта девушка, так сказать, ему не соответствует, а он все равно видит ее в божественном свете. А может быть, это горе матери, которая потеряла ребенка в Беслане, она ничего вокруг не слышит, ничего не видит, потому что одна доминанта. Все остальные отключились. То есть, в обычном бодрствовании здесь одновременно много связей, поэтому вы стоите перед забором и думаете, перемахнете или можете, или нет. А в этом состоянии в трансе одна собака за вами побежала, все ваши сомнения отключились, и вы раз и перемахнули, иначе она вам штаны оборвет или еще чего. Это уже транс. Здесь одна связь. Так вот, сон и солнце сновидением. Мы их сейчас рассматривать не будем. Это за выход за ранг? Да. Мы говорим сейчас о саморегуляции сознательной, поэтому в данном случае как переходить из режима бодрствования в режим транса. Например, я представил себе, что мне нужно прыгнуть, перескочить этот забор. Ну, это может быть любая, психологическая, так сказать, барьера, любой может быть. Перейти барьер. Вот. Я когда принял решение, а решение принимаю на основе конкурирующих сигналов. Потому что, когда монодоминантная система, она за меня и примет все решения. Поэтому мы говорим, что в состоянии бодрствования оптимальное состояние для выбора решений, а в состоянии транса для их реализации. То есть я могу там принять решение, что мне надо перепрыгнуть в высокий забор, а для того, чтобы... Или сдать экзамен, или учиться сейчас и запоминать много слов. Да, да, да. А для того, чтобы это сделать, мне надо выйти в другой режим. В режим исполнения. И тогда я должен уметь переключиться из этого состояния в режим вот этой максимальной сосредоточенности всех процессов на этом действии. И тогда у меня все получается как надо. Вот здесь режим параллельной активности конкурирующих доминант помогает нам принимать решения. Это, собственно говоря, сознательное состояние. И при этом на физиологическую систему не влияет. То есть вы можете думать о чем вы хотите, но при этом сердце бьется ровно, работает нормально внутренние органы. То есть это помогает поддерживать автономию физиологических процессов независимо от состояния сознательных процессов. Это называется гомеостаз. То есть меняется обстановка, меняется тема мышления, а сердце бьется нормально. Но если здесь какая-то эта доминанта, например, вы начинаете думать об этой злой собаке, начинает увеличиться, то есть критический порог, когда все остальные отключаются, и вы выходите на транс, и тогда это размышление о злой собаке, и вы начинаете чувствовать, как забилось ваше сердце, и в какой-то момент вам уже хочется сделать движение. То есть это уже в трансе. Поэтому когда вы идете на экзамен и волнуетесь, вроде все знаете, а ноги дрожат, волнуетесь, мозг генерирует возможности негативного исхода ситуации, что вы можете совершить ошибку, получить двойку, а это может быть и в любой другой ситуации, вы попадаете в транс, и он уже регулирует ваши действия. Если вы будете идти все время думать, что вы можете споткнуться, вы спотыкаетесь. Если я разговариваю все время, думаю о том, что я могу заикаться, я начну заикаться. То есть я под впечатлением, я нахожусь в трансе. Точно так же мать потерявшая ребенка, вот одна связь осталась между половинами мозга, а все остальные выключились. Она находится в трансе. Поэтому, когда мы говорили, нам не важно транс, доминанта по содержанию, не важно, или это влюбленность, или это несчастье, главное, что здесь одна доминанта, других нет. что делает человек обычно для того, чтобы выйти из транса, например, из стрессового транса. Вот я хочу изучать быстрый иностранный язык, а мне в голову все время лезет, что я могу говорить не так, ошибаться, что люди будут смеяться, когда не те у меня речевые навыки, что я могу не запомнить много слов сразу за короткое время. и когда я нахожусь в этом стрессе, в трансе, то мне надо как-то от него освободиться, выйти на нормальное состояние, а затем, может быть, даже сформировать доминанту ускоренного обучения. Да, вот это очень важно. Правильно, да, то есть, вот давайте рассмотрим вопрос, как избавиться от стресса. Мы говорим, что обучаемость увеличивается, когда человек вне стресса находится. В гармонии. Как избавиться от стресса? Ну, ясно вот из этой модели мозга, что для того, чтобы человек вышел из транса, ему нужно восстановить хотя бы еще одну доминанту. Вот они начинают между собой конкурировать, возникает аннигиляция взаимная, и тогда возникает раскрытие всех других доминантов. Они все выскакивают, и женщина из своей печали, из грусти выходит, глаза у нее открываются, и она вдруг замечает мир, и что у нее есть еще внуки, дети, надо их тоже ставить на ноги, а в этот момент все было как бы заблокировано. Вот как делается вот это оживление доминанта? Вот, например, психолог или психотерапевт с существующими методами в мире пытается найти соответствующее слово. Слова. Мы знаем, что слово можно оживить, слово можно убить и так далее. Вот. И он пытается, понимая механизмы психологии, напомнить ей, что у нее есть еще племянник, который надо на ноги ставить, что есть еще работа, помнит ли она, и может сейчас вспомнить, как она в детстве бегала, играла в мячик и так далее. Он пытается актуализировать в данном случае какую-то заблокированную доминанту. А вдруг это взрослый человек или там, наоборот, ребенок пострадавший, а вдруг это китайцы, японцы, христианин или мусульманин или путь. То есть надо знать такую психологию, такие-то, надо быть таким мудрецом, чтобы правильно подобрать это слово. Учитывая, что в остром шоковом состоянии человек вообще не реагирует на слова. Он там закрыт в своей несчастной ситуации. Так вот мы, вместо того, чтобы как бы возбуждать существующие доминанты, выводить их из этого состояния торможения, мы просто создадим доминанту. А как мы ее создадим? Мы, например, сгенерируем возникновение этой доминанты с помощью ключевых приемов. Когда мы делаем попытку, чтобы наши руки по нашему желанию пошли в разные стороны, мы тем самым создаем связь между двумя половинами мозга. Когда связь образовалась, то есть доминанта, руки пошли на автомате. Собственно говоря, автоматизм какой-то функции, это характерный критерий для существующей связи или возникающей связи. Но мы говорили о том, что стресс-тест при наличии вот этой стрессовой доминанты хуже работает, потому что в самом зародище его возникновения, если я предложу кому-то в несчастном состоянии, ну-ка, представь, как руки расходятся, он не может представить, поэтому мы сразу диагностируем, что он не может думать, о чем он хочет думать или о чем его попросили, то тогда мы сделаем более простую вещь. Я в Беслайне, например, 240 человек во Владикавказе в больнице предложил, без всяких разговоров, просто стоять вот так и качаться. Через 10-15 минут возникает качательный доминанты. Напряжение падает, корпус начинает покачиваться сам по себе, это называется режим автоколебания, он является критерием, что человек расслабился. Ну, вспомните, мама ребенка качает, он расслабляется. Смотрите, даже пьяный человек качается. Так вот, оказывается, если вы намеренно качаетесь, а это очень простое действие, то очень быстро наступает расслабленное состояние. Тут взаимосвязано. Качательные действия вызывают расслабление, а расслабленное состояние вызывает качание. Так вот, они качались, качались, потом я их попросил сесть, в грудь град слез, пошла разгрузка, вот, и вдруг вдыхали, ой, отпустило, что же сразу так не сделали. То есть, по существу мы создали качательную доминанту, это проще в тысячи раз и быстрее действует, чем сидеть и перебирать слова, с помощью которых мы можем актуализировать существующую доминанту. Методы NLP, методы, там, другой психотерапии и так далее, очень сложные. В данном случае я просто взял человек, покачался, мне потом спрашивали, а как вы, вроде ничего не сделали, а вывели их из шока. А я их вывел за 40 минут. А потому что они сделали то сокровенное действие, знаете, какое действие? повторяемое действие, совпадало с состоянием человека. Если вы помните, еще раз скажу, Челентанов, Сенозь, Варвакалов, вот, когда человек волнуется, он чаще это делает, пальцами стучит, ногой качает, молитву повторяет, спокойнее, он медленнее это делает. И вот, когда действие совпадает с состоянием, происходит сброс напряжения, как и в любом деле, потому что ключ это модель любимого дела. Там деятельность совпадает с настроенностью, и талантами, и состоянием человека. Поэтому там эффект разгрузки происходит, человек работает, работает, меньше устает, часов не наблюдает, потому что есть соответствие. И вот мы добиваемся здесь быстрого соответствия. Почему простое качание может вызвать сброс даже острого стресса? Дело в том, что когда человек встал, пошел, побежал, и так далее, вот этот гомеостаз на горку стал подниматься, сердце забилось чаще. То есть, организм все время ищет соответствия. И вот в этот момент, если человек все время меняет формы деятельности, у него все время происходит пересогласование внутренних систем. Ему все время напряжение, то есть, дыхание, сердце, ритмы мозга, вот вы ритмы напомнили, метод 10, альфа-ритм, и так далее, они все время пересогласуются, чтобы сохранять целостность. Это и есть гомеостаз. А если человек делает одну и ту же деятельность, монотонную, например, просто качается, там нет стадии пересогласования, там только согласование. И это происходит очень быстро. Изменений нет, стало быть, идет только адаптация к этой деятельности, быстро это происходит, потому что только согласование, и поэтому быстро падает напряжение, потому что адаптировался к деятельности, напряжение упало. Поэтому это происходит быстро и очень просто. А потом уже и стресс-тест у них заработал, а потом уже они вспомнили и очнулись в жизни. То есть они вышли из транса. А что будет по данной модели мозга, если человек не был в трансе, а был в обычном состоянии? И вдруг мы стали у него вот эту идеомоторную или качательную доминанту развивать. То он войдет в транс. Вы представляете? Но здесь транс у него был вызван обстоятельствами, независимо от него. А здесь он в транс войдет желаемый. Вот у него доминанта качательная. Все остальные вырубились. И теперь без конкурирующих сигналов, путем мечтания о желаемых изменениях в себе и в будущем, у него эти психологические настроенности и установки автоматически тут же, без конкуренции других сигналов, превращается в доминанты. Замечательно. То есть образовалась временная связь. Вот она. Связь образовалась. А теперь представьте ситуацию, что там сотни лампочек. Вот они зажигаются с разной хаотичностью. Пока собака сориентируется среди этих конкурирующих раздражителей, пока у нее сформируется связь на какую-то лампочку и на мясо, уйдет десятки лет. А когда мы всю эту конкуренцию выключили, то у нее только один раздражитель и одна реакция, то обучение происходит какому-то навыку выработки новых связей немедленно. То есть за счет вот именно этого, почему и говорят при обучении, сосредоточься. То есть когда человек концентрируется на делаемом действии, все остальное у него внутри выключается. И тогда связи без конкурирующих сигналов образуются быстро. Ну вспомнил, как мы учимся печатать на компьютере или вводить в машину. Вначале мы максимально сосредоточены. Но путем повторения у нас вырабатываются навыки, связи образовываются. И потом я могу ехать на машине или работать на компьютере, а сам думаю о другом. То есть автомат уже работает. Так вот время выработки автоматизма зависит от условий. Конкурирующие сигналы присутствуют, раздражители, или они отсутствуют. Поэтому когда я выхожу на это состояние, а сейчас мы скажем, в чем оно заключается, то там отсутствуют конкурирующие сигналы. Поэтому можно перед боем на блокпостах обучать милиционеров, обучать военных людей, чтобы они лучше шли в атаку и так далее. Прямо при шуме и так далее. Потому что конкурирующие раздражители автоматически отключаются, когда человек выполняет видеомоторные рефракторные приемы. А что за состояние полной отключенности всех этих раздражительных сигналов для обучения? Это состояние переходное между бодрствованием и трансом, между трансом и сном, между сном и сном со сновидениями. Это как нейтральное положение в коробке передач автомобиля. Вот каждый человек может вспомнить, если не сейчас, то в детстве, когда он просыпался, некоторое время он лежит как бы в такой прострации, мысли текут, но ничего внутри не трогают. То есть между левой и правой половиной как бы нет связи. Это пускай будет левая, допустим, она логическая, это синтезирующая и так далее. Но кроме того, одна из половин мозга ближе к физиологии, а другая ближе к сознанию. То есть по существу информационные процессы и энергетические, которые на уровне психии выражаются в форме эмоций. Вот как я говорил, когда думаешь о собаке еще ничего, но потом подумаешь, что она за тобой побежала, сердце чаще забилось, потому что ты стал волноваться. То есть энергия и информация начинают как бы взаимодействовать, две половины начинают взаимодействовать. И вот когда возникает связь, вот это вот, там другие выключились, и он перемахнул забор, да? Так вот вопрос заключается в том, что когда вы выходите на переключение, например, из сна, божественни, утром проснулись, мысли текут, ничего внутренне задевая. Там свободное состояние сознания, там связи еще не включились. А потом только вспомнили, что сегодня экзамен, и включились, да? Вот это состояние, когда вы как бы ни о чем не думали, или эти мысли, которые текли, ничего не задевали, это и есть состояние разблокировки двух половин мозга. Вот эти жесткие связи там все время работают, спите вы или бодрствуйте, чем бы вы ни занимались. А вот эти временные там разблокированы. То же самое происходит при переходе из бодрствования в сон. Вы как засыпаете, если вы не нервничаете, потому что если истощенный человек и сильно нервничает, он засыпает, вот этот момент скоростным образом он проскакивает. А если он спокойно, он замечает, что он выходит на какую-то полосу, когда голова как бы пустая, вроде он спит и вроде не спит. Именно в этих режимах пустого состояния великий психотерапевт Куе обучал людей, чтобы они в этом состоянии делали себе всякие самовнушения. И они выздоравливали от этого. Так вот мы вот это вот свободное состояние сознания получаем с помощью ключевых приемов за очень короткое время. А Будда ходил за этим 30 лет. Когда он говорил, надо освободиться от зависимости, от комплексов, стереотипов и так далее, речь шла о свободном состоянии сознания. А свободное состояние сознания, я вам напомню, состояние как бы безмыслей. Не в состоянии со свободными мыслями передовыми, а в состоянии безмыслей, да. Если вы сделаете несколько ключевых идеорефлекторных приемов, а потом сядете и сделаете взгляд неподвижным, по существу обеспечив отсутствие сканирования между двумя половинами мозга, то есть отсутствие связи, то вы через некоторое время, да, кстати говоря, позволив себе думать, о чем думается, не стараясь прогонять мысли, а именно пустив мысли на самотек, но в условиях неподвижного взгляда, то вы через несколько минут почувствуете, что вы ни о чем и не думаете. И вы знаете, есть люди, которые говорят, я никак не могу выбросить мысленную жвачку. На Востоке это называется укоротить ментал, или ментальная тишина, или как угодно. Великое ничто, там какое-то состояние пустоты, или состояние Будды и так далее, Будды же это работает с пустотой. Так вот представьте себе, как устроена Вселенная, говорят, что она возникла из пустоты. Точка, потом большой взрыв и направление, да, со своими законами природы. Так вот здесь пустота, вот связи все отсутствуют, в этом переходном состоянии никаких доминантов. Полная свобода. А как только появляется доминанта, например, я хочу перепрыгнуть высокий забот, то все настраивается через эту доминанту, все точки тела решают одну и ту же задачу, я делаю прыжок, да. Так вот это называется фаза. Здесь была пустота, появилось направление. И произошла реализация. То есть именно то, что, как вы говорите обычно, что внутри, что наружу, что вверху, то внизу, это как раз таки те самые механизмы, здесь они выражены, модели работы мозга. Таким образом, если вы научитесь использовать обычное состояние, принять решение, а для решения вам необходимо мобилизоваться, то все эти проблемы можно решать после тренировок с ключом. У вас все эти механизмы работают мягче, кипче, пластичнее и быстрее. Захотел расслабиться? Расслабиться. Захотел мобилизоваться для прыжка? Мобилизовался. Захотел к уроку подготовиться, чтобы быстрее запоминать и так далее? Пожалуйста, ведь ты после что управляя своим состоянием, управляя своим состоянием, легче добиваешься любого результата. Я только добавлю, что применительно, допустим, к английскому языку, к иностранному языку, мы еще о языках немножко скажем, но так коротенько. Вот приняли решение изучать английский язык, масса стереотипов, язык не дается, ой, 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 это много, ой, 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 ой. А вот вы там вот сформируете доминанту, и все. То есть вот именно как раз вы войдете в то состояние своих обучения. Именно какую доминанту, что я буду осваивать хорошо, потому что до этого момента страх ошибки, у вас есть тренировок доминанта, что я не смогу освоить. Вам надо из этого стресса выйти, то есть из транса выйти, сформировать правильную доминанту, да, войти в нее, и тогда все получается. То есть это и есть метод переключения доминанта. Так вот, эта вот модель, конечно, объясняет ключ, но у меня два вопроса. Один вопрос. Вот если, что бывает с человеком, или что происходит, когда остаются только эти жесткие связи, и нет никаких вот этих вот временных связей, это первый вопрос. И второй вопрос, вот который вытекает из сущности, так сказать, ключа и вообще методов, и которые мне даже уже задавали неоднократно. Вот сколько часто нужно выходить вот в это состояние. Это состояние, насколько я понимаю, называется момент истины? Это после того, когда мы вот сделали, сели, чтобы человек просто понял вот это явление, феномен пустоты в голове. Он действительно сидит после этих приемов вот так, ему все до лампочки, он все соображает как бы, да, но нет сцепления. То есть о чем бы он там ни думал, он думает эмоционально дистанцированно. А в принципе, он и вообще ни о чем не думает. То есть, но все при этом как бы понимает. Если вы его о чем-то спросите, он тут же вам ответит. Но ему думать ни о чем не хочется. Связи все разорваны. Поэтому момент истины, там после приемов он садится. Если не доспал, у него появится сонливость. Почему? Потому что, когда связи эти разблокированы, работают только жесткие связи, и они работают как бы, ну, условно говоря, в ритме Вселенной. Наконец происходит нормализация всех физиологических процессов, потому что они лишены сейчас пресса. Даже те воспалительные процессы, которые человек не подозревает, тут внутренние аптеки работают, все восстанавливается, и поэтому, если он, допустим, до этого был недоспавший, что с ним получится? Организм затребует сна, он начнет засыпать, если у него накопилось, ну, там, у женщины, да, она начнет выплакиваться, а потом чистое небо. Чистое небо, если, допустим, была какая-то глубинная тема, которая его проженит, как-то вот, потенциал стрессовый, то когда хаос весь ушел, вдруг оно выплывает, и он вдруг понимает, боже, я же из-за этого все время нервничал. И когда он продолжает в условиях неподвижного взгляда думать об этом, постепенно он думает, все спокойнее, 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 и освобождается от этого напряжения. То есть вот, что происходит, когда здесь связи разомкнуты. А еще появляется чувство парения, легкости, невесомости, потому что телесный сигнал не анализируется на уровне двух полушек. Да, да. И тогда, вот, все-таки люди будут применять, и технологично... И как часто это делать, да? То, да. Как часто это делать? Мы же обычно имеем в виду, допустим, сейчас базовую подготовку. Конечно. Общую часть включаем, не специальную. Да. Общую часть и в направлении обучения и творчества. Да, да. Значит, в любой момент можно охлестом снять избыточное напряжение, повысить уверенность в себе, прояснить голову от штампов, стрессов там и так далее. Во-вторых, делая идеорефлекторные приемы на их уровне, мечтать о желаемых переменах, то есть создавать нужные доминанты, выбросив ненужные. Так. Да, обучаемости, например, и так далее. Вот. Это у нас обычно делается пять дней, по полчаса вся группа приемов. Так. Затем остаются только те, которые человеку наиболее понравились, то есть были ближе к его природе, а затем остается только сихрогимнастика из пяти элементов, чтобы поддерживать свою физиологическую психическую состоянию на высоком уровне, вот, особенно когда большие нагрузки, чтобы все время чувствовать себя хорошо. И вообще-то формируются уже навыки. То есть если раньше он не мог в нужный момент быстро снять напряжение и заснуть, теперь может. Если раньше он не мог в нужный час просыпаться, теперь может. Если раньше там он шел на какую-то ответственную ситуацию или на урок обучения иностранного языка, ему долго надо было настраиваться, а теперь может быстрее настраиваться. А если он художник или актер, вот Станиславский и все же с этим занимался, снятие нервных зажимов, потому что нервные зажимы оказываются это блокады сознания, сужение внимания на возможные ошибки, которые являются доминантами и блокируют все его возможности. Это, в принципе, это всему помогает. То при этом возникают уже навыки, вот через несколько дней начинаются от приемов к навыкам. И он уже чувствует, что он идет на ответственную ситуацию, и вдруг замечаешь, что он меньше волнуется. И я... В общем тонусе. Я только добавлю, что в рамках этого эпизода мы вот как раз это, именно вот когда модель, чтобы так и практика присутствовала, в рамках этого эпизода мы покажем вот этого состояния, состояние, которое называется «Момент истины», ну, так сказать, снятое на одном из семинаров. Потому что, вот скажем, если с Федором работать здесь было нормально и так далее, но все-таки и место не позволяло. Ну, Радчик, он вообще впервые не знает вообще, о чем прежде. То вот как раз таки, но делать, приглашать взрослого, сажать его и говорить здесь ему то-то, то-то, а он может быть не вошел, чтобы все это не было наигранно, мы просто взяли кусочек из минского семинара Хоса Магомедовича. Да, надо что сделать? Надо после этих приемов в первый раз, особенно и в первые дни можно, для того, чтобы понять их действие, значит, надо сделать взгляд остановленный, не двигать глазами туда-сюда, останови взгляд, останови взгляд и сделай его расфокусированным. Эта стадия очень важная, называется «Последействие» или «Момент истины». Вот сейчас ты просто отдыхай. Несколько минут. Пусти мысли на самотек в условиях неподвижных глаз. Думай, о чем думается. Не старайся расслабляться. Просто сиди и отдыхай. Думай, о чем думается. Если по ходу захочется глаза закрыть, пожалуйста, не захочется, не надо. Две-три минуты. Вот смотрите, что происходит. Видите, да? Глазка уже закрывается. Пожалуйста, у кого как. Вон, 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 вон. Давай, давай. Ничему не мешай. То, что происходит, ничему не мешай. И посидите так несколько минут. И когда мы подождали, а можно было чуть-чуть еще подождать, потому что там идет процесс, то потом спрашиваем, о чем ты сейчас думаешь? Громче скажи. Ни о чем. Громче скажи. Ни о чем. Пустота. Ни о чем. Вот за этой пустотой это нирвана такая. И наступает благодать. Вот такая благодать, сейчас она почувствует. Вот за ней Будда ходил 30 лет, за этой нирваной. А ты о чем думаешь? Потому что болят глаза. Да. Ты когда закрываешь, тебе их трудно держать? Нет, легко держать. А глаза часто? Трудно открытыми держать. А так закрой. Я их хочу закрыть, а надеюсь открытым, поэтому они болят, да? Так закрой. Ты что, мать, не слышала, что ли? Слышала. Теперь слышу. Тебя слышат, да. Закрой, конечно, что организм простый надо сделать. И вот поэтому в любимой деятельности вы не устаете, а эффективность высокая. Потому что деятельность соответствует состоянию и вашим настроениям и талантам. А когда действия не совпадают с состоянием, происходит рост напряжения. То же самое и здесь. Если вам хочется закрыть глаза, надо закрыть. Захочется выплакать, надо выплакать. Захочется улыбаться, надо улыбаться. Ничему не мешать в стадии последействия. И восстанавливается баланс. И появляется свет. И легко становится. И хорошо. А что ты сейчас чувствуешь? Расскажи, какое у тебя сейчас состояние? Легкости. Легкости? Это хорошо или плохо? Хорошо. А когда была эта легкость? Когда была в прошлый раз? Вчера, позавчера, позавчера, год назад, 10 лет назад. Когда это было? Сегодня утром. Что ты делала в этот момент? Ничего. Утром это когда ты проснулась? Да. Вот ты лежишь в постельке, проснулась, и мысли текут спокойно, как каблука. А потом вдруг вспомнила, что это важно, и включилась, да? Правильно. Вот это состояние возникает между сном и бодрствованием. И когда засыпаешь, тоже бывает такая полоса. Ты замечала? Да. Да. Вот в эти моменты сокровенные твой организм восприимчив к твоим ожиданиям. Поэтому если ты утром проснулась и сама себе будешь представлять, что ты будешь здоровая, крепкая, сильная, сбрусишь вес, обмен веществ воспримет твою программу. А если я в этот момент себе представляю, что опять все будет вот так, опять будет, я уже опять себе гружу. Утро дадено Богом, чтобы настроиться на новое. А мы по неведению грузим себя опять тем, что опять будет все так же. И жизнь идет и проходит мимо. А вот это состояние такое же. Вот она правильно сказала. Это бывает утром или когда мы засыпаем. А вот это мы не ждем утра или когда засыпаем в любой момент. Состояние то же самое. Свободное состояние сознания. Когда мысли как бы и нет, а если и есть, то они ничего там не трогают. Вопрос есть? Нет. Молодец. А у тебя как, Солнышко? У меня хорошо. Состояние физическое, комфортно. Психологическое было всегда, физическое не всегда. А теперь физическое, да? Будешь этим заниматься? Думаю, что да. Ой, молодец какая. А может у тебя какие-то есть недоумения, вопросы какие-то, что-то там подозрительность какая-то на что по поводу чего-то. Ты задай сразу, чтобы мы так ответили на них. В отношении упражнений? Да, да. Ну вообще в отношении всего. Не знаю. Наверное, нет. Как у врача-психотерапевта, нет. Нет. То есть все понятно, все ясно. Ничто не вызывает. Обычно психотерапевт спрашивает, утвержден ли метод Минздрава? Нет, я такой, я еще молодой психотерапевт. В 87-м году. А кто был руководителем по утверждению Минздрава, вот этих методических рекомендаций? Академик Морозов Георгий Васильевич, директор института Сербского был. Когда вы тут знали? А апробация где проходила? В институте экспертальной медицины у Бехтерева и у Натальи Петровны, да? Ну, я еще в последнее время перестал ее уважать, потому что некие люди ей внушили, что Академик Морозов можно видеть без помощи глаз. Там Бронниковый, там и прочие десятые. Там с маской на глазах, хотя читает журнал. А я вас могу сейчас научить за 5 минут, если хотите. Академик Морозов, а? Время пошло. Повязка есть черная? Нет. Да, потому что там в прорези между носом и глазом все видно. А она поверила, вот это мне непонятно. Все-таки у научного человека должен быть научный инстинкт, когда человек чувствует, что может быть и что не может быть. Вот Иосифу Шкловскому, великий астрофизик был такой, Иосиф, он мне рассказал такую историю. Японский кинорешер к нему подошел и говорит, мы снимаем новый фильм. Вот мы хотим вас спросить как у ученого. Может быть такое явление, что девочка вышла во двор, у нее на пальчике, на ниточке воздушный шарик, рванул ветер, и шарик выскочил и полетел до крыш, за крышами, выше домов, выше облаков и улетел в космос. А Шкловский сказал, такого быть не может. А он говорит, японский кинорешер, но вы ученый, но вы же понимаете, что не все законы природы еще открыты. А он ему ответил, что тех, которые открыты, вполне достаточно сказать, что такого быть не может. А Бехтерева поверила, глупость такой. И поэтому я разочаровался. Хотя у него полгода делал эксперименты и так далее. Еще кроме этого, в институте микрохирургии глаза, да, мы помогали людям на конвертной операции и хирургам, чтобы они меньше усталивались. В электронной промышленности, чтобы женщины меньше уставали с микроскопами. В спорте, в космосе, в военавиации. Все психологи Минобороны, мои ученики в России, все психологи МВД России, мои ученики, которые направляются в горячие точки. Мы их готовим. Что еще психотерапевты должно интересовать? Все уже понятно. Нет, должно еще интересовать. Показания и противопоказания. Кому можно и кому нельзя. Противопоказания нет? Противопоказаний для психически здоровых лиц нет. Любой психически здоровый человек может этим пользоваться. А психически больные только под контролем врача. И уже будет не саморегуляция, а использование в целой психокоррекции, психотерапии этих элементов. Потому что однажды, когда я еще был молодой, была у нас женщина на занятии, и она очень хорошо летала, и она на следующий день пришла, вся такая счастливая и довольная. Я такой счастливый. Она говорит, я вчера ночью летала, летала, и вдруг она говорит, и окно распахнулось, и влетела белая лошадь, и мы с ней летали до утра. То есть вот психически больные люди со склонностью к бредообразованию, со сниженной критикой, к галлюцинаторным переживаниям и так далее, любые методики, связанные с элементами транса, противопоказания. Да, еще что я хочу сказать. Очень важен такой момент, когда человек уже рожеванно дает какую-то истину, он говорит, о, я же так и думал. А что ж ты не высказывался? Вот у меня есть просто такой забавный момент. Мой друг Олег Степанов сделал поразительное открытие в области памяти. Он показывает людям, как запоминает информацию определенно, да? Когда он покажет, получается у всех. И все говорят, ну, фигня какая, подумаешь. Это его, кстати, очень обижает. Так он спрашивает, ну, хорошо, а почему ты раньше этого не делал? Ну, вот, вот. Да, да, да. И вот это позволяет модель работы мозга, водного моделя, она позволяет во многих методах увидеть их действующую часть. Почему именно там происходит это или нет? Помогает понять, почему в секте трясунов, именно трясясь, люди, почему они так приливают к этому? А почему они там раздружаются? А по ним помогает понять, почему навязчивые мысли у человека бывают. Если он истощен, музыка какая-то или тема какая-то навязчивая повторяется, повторяется, повторяется. Не надо с этим бороться. Оказывается, повторяемые действия, они по сути, что направлены на сброс напряжения. Именно поэтому у истощенного напряженного человека вот эти навязчивости как таковые. Но это не лечебный фильм. А то мы сейчас рассказали о том, как с этим бороться. Но вопрос заключается в том, что очень многие явления становятся понятными. Конечно. Камлайня Шамана, вот он камлайд. Или, например, метод Шапира, глаза-двигательные реакции, чтобы освободиться от психотравмы. Это всё равно, что человек качается. Ведь дело в том, что когда ты качаешься, ты движешь своё внимание. А когда ты перестаёшь двигать глазами, ты отключаешь своё мышление. Потому что сканирование между связями, поиск решения, поиск связи, мыслительные процессы. А когда внимание останавливаешь, то есть глаза останавливаешь, внимание останавливается, и мышление останавливается. Это же такие глубинные секреты природы, которые таким простым, понятным языком сейчас мы вам рассказали. Вот я добавил бы ещё вот к этому Шапира, камланью Шамана, тягу студентов к жвачке. Ритмически повторяемое движение. Да, мы как раз таки против этого. Против того, чтобы человек качал ногой, стучал пальцами. Просто мы объясняем, что человек это делает именно в поиске действия, соответствующего своему состоянию. Именно сихрогимнастика на этом построена. Ищите ритм, ищите частоту, соответствующее состояние, и поэтому резко сбрасывается напряжение. Это просто маленькое научное чудо. Но когда человек это делает, он перестаёт качать ногой, перестаёт жевать жвачку, потому что он и сам может находить своё состояние без всяких этих приёмов, без всяких этих инстинктивных движений. Ну вот, замечательно. А я так предполагаю, что через какое-то время компания Сперии прибавится Хасай Алиин. Да и сейчас это пойдёт. Уже у нас пошло в научных публикациях. И слава Богу. Пойдёт, потому что, зная эту новую модель работы мозга, которая, наконец, объясняет, чем существенно отличается транс от обычного состояния, например, спроси, там миллионы признаков. О, столько определений, что... А здесь чётко и понятно. Это режим параллельной активности, множество конкуривших доминат, а это режим их последовательной активности. Всё просто и понятно. Всё просто и понятно, да. Продолжение следует...